Хорошие новости с завода Автокран. Производство налажено, долги по заработной плате погашены. Время задуматься о новом бренде. Идея уже выбрана и даже реализована на первых двух машинах. Теперь стрелы кранов украшают жар птицы. Их выполнили мастера палехской миниатюры. Она кропотливая, длительная работа. Здесь немножко совсем была другая художественная техника использована. То есть стилистика палехская, но техника другая. Мы использовали материалы специальные для металла, для машин, для автокранов, естественно. Как долго? Сами эскизы делались довольно долго, около месяца, потому что было много нюансов художественных и технических. А саму работу мы выполнили за четыре дня. Проект Ивановец-де-Палех призван объединить два бренда нашего края. Традиционную роспись и гордость региона завод Автокран. Понятно, что украшать такими изображениями будут не каждую машину. Миниатюры на железе будут продавать заказчикам как дополнительную опцию. Завод сейчас чувствует себя хорошо. В планах осваивать новые рынки сбыта и расширять производство. Год назад здесь были долги по зарплате. Три года рабочим зарплату не выплачивали. С этими долгами разобрались до конца прошлого года. И сегодня мы обсуждаем уже вопросы развития автокранов. Сейчас мы с коллегами говорили, что на Узбекистан удалось на рынок прорваться. Около пяти кранов в месяц уже продают. Вообще, вы слышали цифры, по ноябрю 61 кран сделан. Напомню, ноябрь прошлого года было меньше 20 кранов. 5-10 единиц техники ежемесячно отправляют в Узбекистан. Для автокранов эта страна – своеобразные ворота в Среднюю Азию. Рассматривается также вопрос о локальной сборке машин там. Об этом давно просят партнеры. Традиционно у нас еще есть страны нашего Советского Союза бывшего. Это Армения, Молдова. Покупают буквально в этом месяце тоже две единицы. Белоруссия немного, но мы очень активно ведем диалог с Минским автомобильным заводом, чтобы тоже тогда глобально войти на эту территорию и так далее. Дальнее зарубежья пока не так много, как хотелось бы. У нас, поскольку господин Берхарсен все-таки работает много, в Африке, в Средней Азии, мы как раз хотим через его канал войти в эти страны. Две машины с изображением жар-птицы уже нашли своего покупателя. Они уедут из Иваново, но останутся в России. Руководство завода «Автокран» верит, что для них эта палехская жар-птица станет фениксом, символом возрождения. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова